Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И вы видите стенд на IFA 2015. В этот раз мы будем говорить не про гаджеты, которые компьютерные, мы будем говорить про гаджеты, которые летающие. Как вы знаете, свою волкеру я разбил. Теперь надо переходить на более дорогие игрушки. И одна из этих более дорогих игрушек я вот нашел на IFA. Unitec. Unique Electric Aviation. Вы видите здесь несколько вариантов дронов, квадрокоптеров, которые, соответственно, предоставляются в полет. Почему я обратил внимание на эту контору? Во-первых, достаточно небольшая цена. За очень хороший, качественный, большой квадрокоптер просят 1000 евриков. Причем эту 1000 евриков входит и готовый гимбал под GoPro, и готовый пульт дистанционного управления, который вы видите вот здесь, вот на стенде. Он позволяет вам... Давайте посмотрим здесь. Вот он здесь. Он позволяет не только управлять системой, но и сразу имеет встроенный first person... Он имеет сразу просмотр от первого лица. То есть здесь, как вы видите, система подсоединена к камере. Вот он качающийся, работает таким вот образом, и видите, что это качание фактически не влияет на камеру. Как мне рассказали, ребята, с... What is your right pronunciation? Unique. Unique. Is unique. Эта система обеспечивает исключительно внешний вид, скажем так, работы. And distance between the... Radio 400 метров. 400 метров to stable view. Radio control is 400. The video is about 250 to 300. Okay. 4 400 метров на дистанционное управление и 250-300 метров на режим просмотра. При этом это просто режим просмотра. Это не проблема с... Как это по-русски? С камерой. То есть здесь картинка, то, что вы видите, не очень. Да, в реальности это 4K видео, которое может сниматься. Этот гимбл поставляется вместе с камерой. Второй вариант гимбла поставляется вместе с возможностью установки GoPro 3-го, 4-го, без всяких проблем. Здесь, если посмотреть на гимбл, идет просто шнурок, который дальше отправляет картинку на систему вида первого. Да, вот он. Здесь вы видите передатчик, такая большая антенна. Соответственно, как говорили, вайфаевское радио от GoPro не мешает управлению и полетам. Кроме того, мой личный персональный интерес был связан с тем, что данная система неубиваемая. То есть разбить ее... Сказали, что практически нельзя. В чем прикол? Система, если не получает сигнала от дистанционного управления, то есть вы сделали вверх, если вы делаете резко вверх или резко вниз, она делает только один прыжок, после чего замирает. Если вы отпустили, система автоматически остается в режиме зависания без всяких проблем. Когда у нее заканчивается батарейка, она сама садится, а также сама следит за вами. Как вы видите, здесь есть опция Follow Me. Это значит, что она следит за радиопередатчиком, который ее управляет, и двигается туда. То есть нажатие на кнопку Home. Это режим возврата, после чего либо вы можете оставить его, и он сам разрядившись приземлится, либо нажав кнопку вниз, оно не более двух метров в секунду. И, как объяснили, стандартный режим падения невозможен, то есть он не может падать вот таким вот образом. Ну, если не отключится система балансировки, он все равно будет снижаться ровно, да, не переклоняясь. То есть режим пикирования на нем выйти невозможно, как я это сделал легко на Valkyrie. Ну, и вот вы видите такую вот систему, плюс интересная вещь, которая касается комплекта подставки. Вы, как видите, здесь вот все там. Дистанционное управление с просмотром видео, 25 минут на аккумуляторе, трехсторонний гимбал, который в том числе и управляемый, режим Follow Me, и типа наблюдать, следить за мной, то есть когда камера разворачивается и работает. Еще одна фича, как я и объяснили, эта фича состоит в том, что в режиме следить за мной она не будет подлетать ближе к вам, чем на безопасное расстояние 5-10 метров, чтобы не зацепить вас своими лопастями, да. Вот такая вот забавная эта штука. Но самое интересное, обратите внимание, в комплект подставки входит также дополнительный гимбал для ручной носки, это я сейчас покажу, и также вариант Tornado, как вы видите, его такое профессиональное исполнение с большими камерами и с отличным пультом управления, причем этот пульт управления может быть продублирован, то есть один человек управляет, собственно говоря, девайсом, а второй человек управляет камерой, которая снимает данные вещи. Цена этого монстра начинается от 5 тысяч евро, как вы видите, тут все из поликарбоната, намного более крутой вариант, убирающийся при взлете ножки, и вариант, который касается полета при отказе определенного количества роторов. Вот он здесь, Tornado, это в данном случае H2920, софт обновляемый, ребята обещали, что к софту в ближайшее время приедет то, что называется симулятор или тренер, да, то есть этот пульт сможете подключить к софту и летать на экране, что, опять же, будет полезно, как показывает личный опыт. А второй вариант, софт обновляется, например, по возможности сделать трекинг, гео или описать поведение. Ну и, опс, скейт, это, я так понимаю, я не видел его, это, я так понимаю, электрический скейт. Прикольно, всегда хотел себе скейт. Ого! Стоит хорошо, пункт дистанционного управления непонятен. Надо попробовать. А, извините, этот пункт дистанционного управления непонятен? Да, это в последних этапах, если он выглядит вот так, то, что аллюминиевые пункты будут анодизированы, но, overall, он будет разрешен вот так, как анодизированные аллюминиевые пункты. Я понимаю. И, как можно вы можете обеспечить... Да, у нас есть электрический контроллер, пишите, можно accelerate и речь. У нас есть ад, для смартфона, чтобы оценить, работать, речь, речь, чтобы проверить глубину, который такая километр-калтера. На ад. Это, это в середине, мы уже продаем в середине, но мы не имеем его на месте. И где стоит? Удачи, мы нет в середине, в середине около 700 евро. Так, так... Да, выглядит оно сурово, аккумулятор и подвеска, как у настоящего профессионального скейта. И вот я говорил о гимбалах, вот два гимбала, которые пригодится тем, кто снимает видео. Он поставляется вместе с Тайфуном, в данном случае, или тем, или другим, со встроенной камерой или без встроенной камеры. Вот эта часть, это часть, которая касается самого квадрокоптера, то есть вы его снимаете, сам гимбал, а потом вам остается только включить камеру, она чуть-чуть подумает, она стабилизируется. И после этого можно делать вот, например, таким вот образом. Вы управляете, а что не управляется, не стабилизирует, а вот, вот как вы видите, да, то есть она стабилизирует направление просмотра, вы управляете системой, как вам надо. Вот видите, я сейчас кручу, при этом она плавненько поворачивает вверх-вниз, сфиксирует. То есть это входит в цену приобретаемого вам Тайфуна, а вот если вы приобретаете Тайфуна, а если вы приобретаете Торнадо, вы получаете вот такой вот гимбал на большую камеру, то есть для наземной съемки, то есть сняли что-то на земле, а потом перешли. Ну, стандартный гимбал для работы. Радует, что ребята из Уник сделали все это в такой вот одном комплекте. Вот эти варианты комплектации, как вы видите, есть. Ну что ж, я буду прощаться. Напомню, что все это на стендах Ифа 2015, который проходит в Берлине. Напомню, что внизу в описании видео, в аннотациях к видео есть различные линки, посвященные другим обзорам. Так что вы можете посмотреть, вон там вам, пожалуйста, Креатив, Сигма. Ну, не знаю, буду я ли снимать или нет. Я пойду дальше. У меня еще есть планы на съемку различных других вещей. Ну, вот вы видите тот GoPro, например. И, конечно же, смотрите, пользуйтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok